Обидчиком блогера-миллионника грозит до 8 лет тюрьмы, а у Литвина закончились деньги и он продаёт машины. Влад А4 набрал 100 миллионов просмотров на одном ролике, а Валя Карнавал теряет волосы на голове. А также обсудим, куда опять пропал Мамикс и посмотрим ваши комментарии из прошлого выпуска. В общем, всем привет! Это Ютуб Чу Кого, расскажем тебе кто, кого и чего, а ты взамен не забудь подписаться, поставить колокольчик и погнали! А мы напоминаем, что для поддержки любимых авторов просьба включать VPN для просмотра роликов. Мы уверены, что вам это не сложно, да и тем более, порой посмотреть иностранную рекламу очень даже забавно и ржачно. Михаил Литвин сделал очень хорошее и доброе дело. Наверняка вы знаете, что у него есть свой футбольный клуб и он постоянно был его спонсором и поддерживал финансово, потому что профспорт очень дорогой. Но в связи с отключением монетизации, деньги у Миши начали заканчиваться и теперь ему приходится продавать свои автомобили. Вот эти вот две тачки он выставил на продажу. Давайте его послушаем. Но бабки нужны на клуб. 11700 это, 18700 М8. Никогда бы к этому не пришел, если бы как бы не понадобились бабки на клуб. Профессиональный футбол очень дорогая деятельность. При этом на интервью у Ивлеевой Миша сам отметил то, что он это делает в память о своем отце. Правда, есть одно но. Уже многие люди спрашивают, Миша, а что ты будешь продавать дальше? Потому что монетизацию в России до сих пор не собирается никто включать. И скорее всего, правильным решением данной ситуации будет поиск другого спонсора. Валя Карнавал продолжает терять свои волосы на голове, но вернее терять их длину. А дело в том, что она наконец-то призналась, что ее волосы были нарощенные. И если оставить естественные, то выглядеть она будет вот так. И скорее всего, есть две причины, почему это происходит. И первая это постоянные покраски, а вторая постоянные нервы, работа, съемки и так далее. При этом некоторые фанаты отметили, что в таком виде она им нравится даже больше. Блогера-миллионника избили. Именно такая новость ходит по интернету и по всем новостным каналам последнюю неделю. Наверняка вы все знаете о схабе Томаева. Дело в том, что его избили в Махачкале за неправильную парковку. На этом кадре мы видим, как Томаева прилетают жесткие удары, после которого у него появились проблемы со здоровьем. А после инцидента Томаев записал видеообращение, в котором раскрыл подробности конфликта, где и рассказал, что ему диагностировали три перелома костей лица. В итоге блогеру пришлось сделать операцию. Так вот, наконец-таки его обидчиков поймали, и сейчас Томаеву грозит штраф 1000 рублей за парковку, а людям, которые на него напали, до 8 лет лишения свободы. И да, это немало, казалось бы, за обычную драку, но просто урон очень тяжелый, да и плюс получилось очень сильное информационное распространение этого конфликта по всей стране. Но в любом случае, чем это завершится, вам расскажет Ютубчиково, а для этого нужно подписаться и поставить колокольчик заново, потому что у Ютуба был определенный сбой по уведомлениям. 100 миллионов просмотров на одном ролике у русскоязычного креатора Влада А4. Он так и написал, первые 100 лямов просмотров, еще и на таком ролике. Может надо больше пародий на треке снимать? Причем самое забавное, что у 90% каналов на Ютубе нет 100 миллионов просмотров даже в целом со всех роликов в сумме. Так что это и правда очень крутой результат, достиг он которого спустя 4 года после выхода этого видосика. Многие спрашивают, почему Мамикс выпускает так редко ролики. Видимо его травма до сих пор оказывает негативное влияние на его здоровье, именно поэтому они не занимаются съемками. И вы знаете, он сам дал ответ на этот вопрос. Вот его пост. Это конечно катастрофа, но ролик про фастфуд еще монтируется. 31 день превратить в 20 минут очень сложно. Пытаемся все сделать очень круто для вас. И уже как пару месяцев я решил упереться именно в качество картинки и повествования, как это было давно на канале Мамикс. А этот контент гораздо тяжелее. Но скажу так, что скоро вас ожидает приятные изменения в контенте на канале It's Mamix. И мы сейчас очень много и продуктивно работаем, особенно заметно улучшится монтаж. Я надеюсь, вы ждете нас. Ну что ж, друзья, я думаю уже совсем скоро мы сможем увидеть эти изменения и работу в плане монтажа. Так что не переживайте, Мамикс в деле. Ну а на сегодня это все. Подписывайся, ставь колокольчик и увидимся в следующем ролике. Всем пока.